За эти, получается, семь лет с момента воссоединения здесь произошли тектонические сдвиги, скажем так, от любви к нынешней власти, к президенту Путина, до, скажем так, роста протестных настроений, которые мы сейчас наблюдаем, потому что проблем огромное количество, и я бы даже, наверное, сказала, что проблем больше, чем на материковой части, как это неудивительно. Какого характера проблемы? То есть здесь я бы разделила на две части. Первая часть – это такая же, как и по всей России, безумно низкие зарплаты. В Белогорске происходила встреча, и врач говорит, моя зарплата – это 11 тысяч с копейками. У врача? У врача. Это нам с голубых экранов говорят о том, что мы боремся с вот этой новомодной болячкой с ковидом, а как бороться за 11 тысяч 500. При том, при всем, что ценник здесь московский, а то и на порядок выше. Здесь бензин стоит 55 рублей, то есть дороже, чем в Москве. То есть первое – низкие зарплаты. Низкие пенсии – 8 тысяч рублей – это повсеместное явление. Причем коммуналка, коммунальные платежи в структуре доходов населения составляют 40%. Как удается людям выживать в таком случае, Маргарита Геннадьевна? Есть какие-то подсобные хозяйства, безусловно, где-то чего-то люди перебиваются. Та же закредитованность населения, при том, при всем, что ни один крупный российский банк, в том числе, ну, скажем так, государственный, мы понимаем, какой он государственный, да, это все-таки Сбербанк имени Грефа, наверное, а не государственный, но, тем не менее, он позиционирует себя как государственный. Люди спасаются, безусловно, кредитами, которые на полуострове Крым даются под 15-18%, ну, то есть дичайшие условия. Люди попадают, да, так же, как и на материке, в кредитное рабство, в долговое рабство, но мы должны понимать, что сюда, в Крым, ни один крупный российский банк не зашел. Тот же самый Сбербанк имени Грефа, который себя позиционирует как государственный, его здесь нет. Вот он не считает необходимым быть на полуострове Крым. Костин недавно выступал в ВТБ-банке и заявил о том, что, ну, собственно говоря, зачем ВТБ-банку, что там делать на полуострове Крым, там и так все хорошо. Он не видит необходимости заходить сюда. То есть мы, они, эта власть говорит, что якобы Крым наш, что это такое... Ну, в 2014 году все-таки все действительно были на патриотизме, подъем такой, да, страна чего-то такого ждала, каких-то объединительных, судьбоносных событий, потому что устала уже стоять на колене. И вот в 2014 году это произошло. Прошло семь лет. Здесь нет ни российских крупных банков с материковой части, ни сотовых операторов. Мы с вами сейчас установили связь по роумингу. Да, мы с вами говорим, как будто я из-за границы вам вещаю. Это действительно так. Здесь нет нефтегазовых компаний крупных отечественных, такие, как, например, Койл, Газпром. Соответственно, вот по телевизору Крым наш, а на деле Крым совсем не наш. То есть он, конечно, мы можем сказать российских олигархов, которые здесь инфраструктурные проекты делают и получают баснословные прибыли, но никоим образом не народа. То есть проблема низких зарплат, проблема низких пенсий, все это есть. Здесь в ужасном состоянии медицина. В Севастополе нехватка врачей 40%. Выразительные какие-то вещи, Маргарита Геннадьевна, рассказываете, действительно. Действительно так. Образование у нас уже превращается в коммерческую услугу, в принципе, как и на материковой части, все это есть. Но здесь более ощущается, так как потолок, зарплату планка нижняя, точнее планка верхняя, она очень низкая. Здесь по статистике, допустим, ну, говорят 32 тысячи. Это вот как бы среднестатистическая зарплата. На самом деле таких денег никто не получает. Я еще раз озвучу. Зарплату врача в 11,5 тысяч рублей. И примерно 15, ну, вот 20 считаются уже суперхорошими деньгами. И, значит, ты, собственно говоря, хорошо устроился и хорошо живешь. Поэтому это нищета. Это действительно нищета. Ну, уже ни для кого не секрет, что у нас все больше пенсионеров роются в помойках. Это уже таким обыденным явлением. Мы когда в социальные сети смотрим, да, очередная старушка роется в помойке. Или ждет с заднего входа магазина, когда ей просрочку вынесут. Это вот та ситуация, в которой находятся все граждане Российской Федерации. А что касается специфических каких-то проблем и трудностей. Первое – это рейдерский захват земель. Это повсеместная практика. То есть мы, когда говорим про рейдеров, мы на материковой части вспоминаем Павла Николаевича Грудинина, у которого совхоз хотят отжать, у которого рейдеры поселились в Доме культуры, и никак их оттуда не выгнать. Дети не могут в кружки, в творческие коллективы ходить. А здесь это повсеместное явление. Садовые товарищества, которые еще при Советском Союзе были, и у людей были на дело земель, вот сейчас они подвергаются действительно рейдерским захватам. Уже с материковой части, да. Это вот бандиты, которые заходят, и действительно самые лакомые куски они отжимают. Вся прибрежная, это южный берег Крыма, скажем так, территория, она варварски застраивается. Застраивается предпринимателями, крупными богатеями из России, друзьями нашего президента, те же Ротенберги, те же Грефы, которые построил Мрию, и у которого номера в отеле стоят 300 тысяч рублей, самый дешевый в сутки. И они распроданы до конца сентября. То есть мы понимаем, что все то, что строится, это для них строится. Они сюда приезжают отдыхать, они сюда приезжают отдыхать для себя. Людей отжимают, соответственно, южный берег Крыма застраивается, вырубаются виноградники, вырубаются реликтовые деревья. Парк Форос мы ездили на той неделе защищать. Это уникальнейшие, это ценнейшие растения и деревья, которые там находятся. И они вырубаются, они варварски вырубаются. Вообще нынешняя власть, это власть каких-то варваров, это власть дикарей. Если мы с вами 19 сентября ничего не изменим, этот бюрократический, олигархический воровской курс, он продолжится и будет усугубляться. Маргарита Геннадьевна, как раз мы затронули вопрос о надзорных органах, контролирующих. А что же у нас природоохранная прокуратура, Росприроднадзор, береговая линия, что у них как-то, глаза закрыты или что вообще, какие действия-то с их стороны? Несмотря на дикое возмущение людей, жителей полуострова, пишутся отписки. То есть это все региональный, такой местечковый уровень. Выше это никуда не поднимается. А если это и поднимается, то есть они, конечно же, люди писали в администрацию президента. Но мы знаем, как обращение к президенту они не попадают. Это все на уровне секретариата. Останавливается, они смотрят. Так, ага, республика Крыма, мы им опять в крымские органы власти, скажем так, направим. А крымские органы власти, ну что, крышевание, я могу назвать это слово. Ну, то есть рука руку моет, да, получается вот так? А по-другому никак. В Черном море. В Черном море. И это при том, при всем, еще вот раз мы про Черное море вспомнили, наплевательское отношение к такой богатейшей земле, как Крымский полуостров. Очистных сооружений нет. Все то, что есть, это осталось со времен Советского Союза. Ну, вы представляете, в каком это сейчас состоянии. Соответственно, все нечистоты, они выбрасываются просто в Черное море. Это варварство. И никому ничего не нужно. А я всегда говорю, что капитализм убивает. Он действительно убивает все вокруг себя. Маргарита Геннадьевна, скажите, пожалуйста, какова активность, настроены ли люди с 17 по 19 число принять участие в выборах? Однозначно могу сказать, что градус протестных настроений здесь выше среднего, чем на материковой части. Еще раз повторю, народные сходы – это такая специфическая форма, характерная для Крымского полуострова, форма объединения народа против несправедливости, против коррупции, против нищеты. Это первый момент. Да, зачастую вот такой протест, он уходит в аполитичность. К сожалению, и на крымчан, и севастопольцев даже за вот эти семь лет власти, ну что, достижение, в кавычках там, так скажем, достижение этой власти – это насаждение политичности на наше население. То есть все граждане Российской Федерации разуверились в том, что они могут что-то решить в ходе выбора. Наш народ забыл, что он и есть источник власти, главный. По Конституции. По Конституции, безусловно. Это главный успех нынешней правящей верхушки. Здесь присутствуют эти настроения, безусловно. А что мы сделаем? Потому что все люди понимают, что сейчас готовятся масштабные фальсификации. Ну, три дня голосования. Вот эти первые два дня голосования, когда ночью бюллетени опечатываются, в сейфы хранятся, да. Причем нужно понимать, что то, как они опечатываются, в каждом регионе эта уже власть устанавливает по своему усмотрению, да, и где оно хранится. То есть каких-то общих правил ничего этого нет. Вот кто во что гораст, так и будет. Каков контроль за тем, что будет делаться с бюллетенями ночью. Ну, наши наблюдатели, они имеют ни доступа, ни возможности к тому, чтобы отконтролировать и проконтролировать. Плюс в Севастополе, допустим, электронное голосование. Всех бюджетников запихивают в электронное голосование. Указка сверху, что если вы не зарегистрируетесь, мы вас просто уволим. Наверняка вы видели, что вся Москва увешана баннерами, плакатами, с призывами регистрироваться и голосовать электронно. Причем за это голосование нам обещают манны небесной квартиры, машины. Прям аттракцион невиданной щедрости. Товарищи, это выборы. Это то, каким путем пойдет страна и как она будет развиваться дальше. А тут очередной подкуп такой населения. Да, мы это... Понимали? Да-да-да, договорите. Веерная раздача денег накануне и в ходе выборов. Что это такое? Ничто иное, как подкуп избирателя. Пенсионеры 10 тысяч рублей вдруг неожиданно получили. Им сначала подняли пенсионный возраст, вот эта людоедская пенсионная реформа, а потом им вот 10 тысяч рублей. Нас ценник растет в Севастополе. За полгода цены на морковь, картошку выросли на 150-200%. А тут такая подачка в 10 тысяч рублей. Военнослужащим 15 тысяч рублей. До этого, перед первым сентября, мамочками с детьми по 10 тысяч рублей. Что это? Это, конечно же, подкуп. Но мы все должны... КПРФ, конечно, приветствует, что в таком нищенском положении, в котором оказалось наше население, хотя бы вот эти деньги, они не улучшат материальное положение, безусловно, но хоть как-то позволят просуществовать, дотянуть до следующего месяца. Потому что вот эта десятка или 15 тысяч рублей, их сразу же скидает инфляция. Как отреагировали крымчане, Маргарита? Скажите, пожалуйста, на эти выплаты единовременные. Отрицательно. Вообще в обществе отрицательно относятся к такого рода выплатам, потому что все понимают, что это подачки. Все понимают, что такое 10 тысяч рублей сейчас. Не надо далеко ходить. Зайдите в магазин, и вы все увидите, на что вам хватит эти 10 тысяч рублей. Поэтому, возвращаясь к тому, что придут ли крымчане и севастопольцы на выборы, я убеждена, что явка будет больше, нежели обычного. Причем явка будет протестная. Крым и Севастополь с 2014 года у нас показывают фактически чеченский результат. Там за Путина, за Единую Россию голосовало более 90%. Но сейчас, сейчас люди придут на избирательные участки, и сейчас они проголосуют протестно. Они проголосуют за КПРФ, безусловно, потому что, несмотря на то, что у нас список партий из 14, у нас 14 партий в этот раз идет на выборы, реальная оппозиция только КПРФ, и это все здравомыслящие понимают, другой вопрос, как подсчитают. То есть это ключевой вопрос, как подсчитают и где будут эти фальсификации. У нас уже есть много данных о фальсификациях. Это и открепительные удостоверения, когда людям дают открепительные удостоверения и говорят, что вам нужно проголосовать не по месту жительства, а на каком-то другом участке, и еще сфотографировать, и еще и отчитаться. Это первый момент. И, конечно же, один из ключевых, непогашенные бюллетени. Если люди не приходят на избирательные участки, остаются бюллетени. И это не протест. Мы должны все прекрасно понимать, что если мы остаемся на диванах, сидеть дома и возмущаться, это не протест. Потому что если мы не придем, не проголосуем, наш бюллетень будет использован за партию власти. Вот этого категорически допустить нельзя. И, конечно же, я, пользуясь моментом всех зрителей, обязательно призываю, а, прийти на избирательный участок, и, б, прийти именно 19 сентября на избирательный участок. Желательно во второй половине дня. Вот так мы сможем проконтролировать, так мы сможем подсчитать. Потому что КПРФ подготовила 300 тысяч наблюдателей по всей стране. Мы стараемся вместе с нашими союзниками, мы, я напомню, КПРФ идет широким народно-патриотическим фронтом на эти выборы. У нас вчера был, Павел Николаевич Грудинин приезжал и в Симферополе, и в Севастополе. И Платошкин Николаевич, движение за новый социализм, тоже вчера же здесь был. Выступали, встречались с избирателями. То есть мы приложим максимум усилий, чтобы отстоять ваши голоса. Но и обращение к народу, не отсиживайтесь. Я полностью поддерживаю выражение Геннадия Андреевича Зюганова, который сказал, что это последний шанс мирно исправить ситуацию в стране, поменять олигархический курс на социально ориентированный. Это требование Компартии, она идет с реальной программой «10 шагов к власти народа». Поэтому не отсиживайтесь, обязательно приходите. Это реально шанс, который мы не должны упустить. Партия КПРФ – это народная партия, она будет на стороне народа. Так было всегда и будет. Спасибо большое. С нами была Маргарита Геннадьевна Образцова, советник-председатель ЦК КПРФ. Спасибо вам большое. И большой вам удачи. Спасибо. Всего доброго. Приходите на выборы. Боремся за свои права. Редактор субтитров А.Семкин